Внимание! Старт! Зал Ленинск-Кузнецкого дворца творчества на день превратился в гоночную трассу. Автомобили, собранные собственными руками и под присмотром педагогов, один за другим выходят на старт. Состязание проводится в двух группах моделей – простейшей и радиоуправляемой. Всего дается две попытки. Из них одна лучшая в результатах. Так же, как и в простейшей группе классов. Там тоже всего две попытки. Простейшая группа, надо сделать такую своими руками, чтобы она не просто ехала ровно в ноль. Десяточка попадала с расстояния 12 метров. Простейший класс моделей – то, с чего начинается карьера гонщика. Данил Леонов полжизни посвятил техническому увлечению. Теперь он опытный боец соревнований по автомодельному спорту. Не раз занимал первые места. Так что его модель заднеприводного гоночного болида можно назвать счастливой. Эта машина не кольтон, что у нее очень правильная разъясовка, у нее низкий центр тяжушки, и тем самым она хорошо ездит. На улицу выносишь? Нет, нельзя. Просит? Ну да, просили. Нельзя, так как это гоночная машина, мы ее настраиваем. А на улице, так как пыль, с камнем может всякое такое попасть. Стоимость одной такой радиоуправляемой модели – около 30 тысяч рублей. Несмотря на заводские детали, при сборке приходится авто совершенствовать. Тут-то пригождаются знания и умения, полученные на занятиях по автомоделированию. Там черчение в основном и физика нужно, чтобы грамотно построить. От улицы отвлекает, своими руками что-то делать, учиться делать, потому что технические и грамотные люди нужны везде. Радиоуправляемыми авто вдохновляются не только мальчишки. Среди воспитанников домов творчества и станций юных техников области немало девчонок. Самое сложное – это хорошо, чисто поехать и за хорошее время. Девчонки у нас еще любят танцы. Мы на машинах танцуем под музыку. Они это умеют делать. Делаем автобои, когда две машины между собой, как говорится, по правилам. Ну и наши традиционные – это гонки, это фигурное вождение. Еще иногда для разнообразия делаем биатлон. То есть там нужно, наоборот, сбивать вот эти самые стаканчики за короткий промежуток времени. То есть, в принципе, да, у нас получается много тренировок. Открытые соревнования по автомодельному спорту прошли в Ленинске всего во второй раз. Для многих юных автомоделистов участие в состязаниях стало пусть не победным, но полезным опытом. Важно то, что пока есть люди, которым это интересно, обязательно будут и ученики, и такие увлекающие школьников соревнования.